Итак, добрый день гостям и подписчикам моего канала. Сегодня мы опять готовим на кухне. Сегодня я расскажу, как приготовить спагетти карбонара не хуже, чем в ресторане. Как в ресторане. Давайте начнем, что нам понадобится. Вот такие вот спагетти. Пятерочку я люблю. Спагетти барила. То есть многие рестораны этими спагеттями фетучи не пользуются. Дальше самый обычный бюджетный пармезан, который есть вот жесткий. Я снял корочку на нем, есть корочки. И натер на обычной терке. Конечно, красивее пластиночками, но дома можно натерть. Масло растительное. Яйца нам понадобятся только желтки. Сливки 20% я взял. И есть бекон, он такой квадратный. Упаковка, хуже пластиночками нарезать. Если нет бекона, ничего страшного. Можно вот такую взять грудинку охотничью. Вот она, без свинины. Копчено-вареная и свинина. И давайте начнем. У нас стоит вода под наши спагетти. Я в большой сковородке его буду варить наши спагетти. Что мы делаем? Вода у нас начинает закипать. Мы добавляем масло, чтобы макароны не слипались. И солим, как следует. Вот так вот посолили. И когда вода эта закипит, добавим наши спагетти. Итак, вот такие спагетти добавляем. На две порции можно взять где-то по грамм 80. Я примерно возьму. Сразу все ее не варить. Потому что эту карбонару лучше сразу мы ее сделали. Это жесткий саркат. Макарон варятся они минут 10 примерно. Вот смотрите, закипает. Вот столько, чуть меньше даже. Вот так вот добавили. В сковородке они будут удобнее вариться. Потому что большой объем. И они все помещаются. И все варим, периодически помешивая. Когда сильно закипит, убавляем. Далее, если нет обычного бекона, он не везде продается. Можно обойтись вот такой свининой. Я вам показал, что мы делаем. Здесь включили нашу сковородку. Пускай она тоже нагревается. Макароны периодически помешиваем, чтобы они не слепались. Наши спагетти. Далее, вот эта свинина. Снимаем вот эту шкурочку, убираем. Так она нам не понадобится. И по сути, получается тот же самый бекон. Только не нарезанный. Не сильно отличается. И дальше вот здесь потоньше нарезаем. На тоненькие такие пластиночки его нарезаем. Вот у нас получились вот такие пластинки. И эти пластинки еще вот так вот нарезаем. Слишком мелко можно не резать. Вот так вот нарезаем наши пластиночки. И добавляем наш бекон. Пускай как следует зажарится до красивой хрустящей корочки. Здесь помешиваем макароны. Вот помешиваем макароны. И перемешиваем бекончик у нас. Вот так вот. Сейчас у нас жарится до заводистой корочки. И так, ну пока жарится, варится наши спагетти и жарится наш бекон, нам понадобятся желтки. Вот так мы. Белок можно на взбитие, на кляр, или можно пожарить, оставить. Нам вот чисто вот такие вот желтки понадобятся. Думаю, 3 желтка будет достаточно. Вот так вот. Вот 3 желтка будет достаточно. Добавлять будем и там в конце. Про спагетти что хочу сказать. Конечно, в некоторых местах делают и самодельные спагетти. Это такая ручная машинка для спагетти есть. Это совсем другая история. Это мука симола, желтки, сливки, оливковое масло и так далее. Я тоже делаю эти спагетти. Они варятся намного быстрее. Но в основном делаются вот такие вот покупные. Вот они, как мы видим, практически еще 5 минут. И они будут у нас готовы. Итак, у нас видно обжарился наш бекончик. И пока мы убираем его с плиты и все это заливаем сливками. Вот так вот залили сливками. Это будет наш соус. Сюда мы далее добавим наши спагетти. Давайте поставим. Солить этот соус не надо, потому что бекон даст соль. Добавляем сюда только черного перца. Вот так вот слегка добавили черного перца. Попробовали на вкус. Потому что, я говорю, вот это все будет достаточно соленым. Ну, можно слегка пробовали, если не достаточно соленым. Подсолили немножко. Сильно не надо. И все. Пускай сливки наши включим медленно на огонь. И пускай это все стоит. Итак, я вижу по внешнему виду, что они у нас готовы. Что они аль денте. Если вы сомневаетесь, возьмите одну макаронину. Попробуйте. Аль денте это слегка как бы недоварено. Слегка внутри хрустящее. То есть и дальше процеживаем это все через сито очень легко. Ни в коем случае не промываем. Эти спагетти не промываются. И добавляем наши спагетти в наш соус. Ставим на плиту. Здесь мы это все перемешиваем. Наши спагетти и рыбонары, они должны быть слишком сухие. И не должны быть слишком в соусе. Если смотрим, что нужно еще, еще добавляем сливок. И слегка, прям минуту, пускай это все, все наши спагетти протушатся вместе со сливками. Блюдо очень простое и делается как бы достаточно быстро. 15-20 минут наш спагетти карбонара будет готово. Ну и так, что мы видим. Наш соус, он не жидкий. И он не слишком... Спагетти наши не слишком сухие. Но и не слишком жидкие. То есть, вот то, что надо. Сдвигаем это все. Убираем это все с плиты. И вводим сам кон... Итак, и вводим наши желтки, чтобы они не свернулись в самом конце. Когда мы уже сдвинули нашу сковородку с плиты. Она уже не работает, потому что если сделать раньше, желтки наши свернутся. Мы видим, слегка такой желтоватый цвет это придало нашим спагеттям. Все, наши спагетти готовы. Можно подавать к столу. Итак, подавать у меня нету. Тарелки под пасту дома. Но я буду подавать на обычной. На обычной тарелке можно тоже подать. Я сомневаюсь, что тоже у всех есть под пасту тарелки. Но это блюдо достаточно как бы даже недорогое получается. Вот бекончик добавляем. И тут на две порции получается вот так вот. Добавили бекона. И посыпаем нашим пармезанчиком. Я люблю побольше. Чем еще она украшается? Обычно в спагетти карбонара украшаются либо вялеными помидорами, веточкой тимьяна. Также может свежий базилик украсть. Но для дома это будет достаточно. То есть вот подается вилка, ложка и нож. Вот такая вот наша карбонара. Ну и что? Давайте пробовать. Вот так вот наматываем. Так вот для этого нужна ложка. Намотали. Это просто изумительно. Это карбонара ничем не отличается от ресторанной. И достаточно бюджетно. Если вы возьмете, это не так дорого все стоит. Иногда можно себя побаловать. Обязательно приготовьте по этому рецепту. Рецепт очень простой и вам очень понравится. А на сегодня все. Всем, кому понравилось, подписываемся и ставим лайки. Всем пока.